35 дней и много кропотливого труда, чтобы на столах жители Подмосковья круглый год были свежие овощи. Атлет один из самых популярных. Это сорт огурца. С точки зрения выращивания непростой. В процессе задействованы не только люди, но и насекомые. Впрочем, результат того стоит. Такой овощ вкуснее, ароматнее и натуральнее. Чистота продукции обуславливается тем, что мы сейчас зайдем в теплицу, вы увидите, что они опыляются пчелами и шмелями. А шмели и пчелы, они очень реагируют на применение различных пестицидов и ядохимикатов. Поэтому это экологически чистый продукт. Огурцами зимой сейчас никого не удивишь. А вот земляника – настоящий эксклюзив. В горках десятых выращивают и ее. Собирают по 20 килограммов в день. Летом радует урожаем малина. Здесь под нее отведено 2 гектара. Еще 6 занимают теплицы. Работает на предприятии порядка 90-100 человек в разные периоды. То есть мы берем также в летний период больше людей для того, чтобы собирать малину. Не хватает не только рабочих рук, но и агрономов, и инженеров. Хотя руководство предприятия уверяет – зарплата достойная. Помощь с решением кадрового вопроса предложил глава округа Андрей Иванов. Знаю, что у вас нехватка кадров есть. Да, около 30 человек, насколько я помню. Не хватает только овощеводов около 20 вакансий. Здесь, может быть, подумаем про какой-то социальный пакет, чтобы людей привлекать не только с нашей территории, но и с соседних муниципалитетов. Ягоды и овощи реализуются хорошо, но и расходы на их выращивание немаленькие. Помощь со стороны государства ощутима, говорит Андрей Хардин. Глава округа напомнил – мер поддержки много. Например, есть региональное – на модернизацию оборудования. Есть свои формы поддержки и гранты. Мы в этом году увеличили поддержку до 40 миллионов. Здесь тоже очень простая система и подачи, и оформления документов и получения. Многие опасаются обращаться за поддержкой государства. И напрасно, говорит Андрей Иванов. После получения денег проверками не замучают, хотя отчитаться за них все же придется. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...